Предыдущий докладчик очень удачно закончил на фактах роли ультрафиолета в самых разных биогенных синтезах органических веществах. Я собираюсь рассказать поподробнее, начиная с этих синтезов и до современного фотосинтеза высших растений. Соответственно, функция фотосинтеза в том, чтобы использовать энергию света солнечного на благо экосистемы. В какой форме у нас бывает энергия внутри организмов? В форме макроэргических связей, например, фосфоэфирных в АТФ и подобных веществах и тилуэфирных в ацетилкоферменте А. В виде редокс-потенциалов, таких восстановителей, как над-АШ, надфосфат-АШ и феридоксин. В виде электрохимических мембранных потенциалов. И в виде химической энергии таких органических веществ, как сахара, липиды и аминокислоты, которые могут быть утилизированы в катаболических реакциях. На входе в экосистему у нас энергия бывает только двух видов практически. В виде света, утилизируемого фотосинтезом. И в виде редокс-потенциалов неорганических веществ, которые утилизируются в процессах хемосинтеза. Исключения бывают, но очень редкие. Например, такая птица, как альбатрос, для своего полета использует в основном энергию разницы скоростей и ветра на разной высоте над водой. Энергия пищи в полет альбатроса носит достаточно малый вклад, но это редкое исключение. Если мы берем экосистемы в целом, то либо свет, либо неорганические редокс-градиенты. Довольно долго считалось, что происхождение жизни происходило в глубоководных местах обитаниях. Это связано и с подходящей химии черных курильщиков, глубоководных горячих источников. И с предоставляемой водой защитой от ультрафиолета, который считался губительным фактором, разрушающим первые слабо защищенные биомолекулы. Но ультрафиолет это еще и замечательный источник энергии. Дело в том, что хемосинтез в настоящее время очень облегчен тем, что у нас на Земле есть кислород вследствие работы фотосинтетиков. И при реакциях кислорода с разными геологическими восстановителями, такими как железо, марганец, суйма и некоторые другие элементы, выделяется много энергии. На древней Земле кислорода не было и богатых таких энергий редокс-пар тоже не было. Таких окислителей, как нитрат и сульфат на древней Земле, скорее всего, тоже, если и было, то крайне мало. А вот энергия света на древней Земле, наоборот, была представлена более крупными порциями, более высокоэнергетическими квантами, чем сейчас. По двум причинам. Во-первых, не было озонного слоя атмосферы, который поглощает большую часть солнечного ультрафиолета в наше время. Во-вторых, молодое Солнце несколько отличалось по спектру от современного и давало больше синего и ультрафиолетового света. Соответственно, для использования крупных энергетических квантов нужны менее совершенные механизмы использования энергии. Поэтому фотосинтез на древней Земле вполне мог быть. Значит, древние доклеточные живые системы по разным гипотезам начались либо с РНК мира, либо с протометаболических систем, состоящих из низкомолекулярных веществ и не использующих нуклеиновые кислоты. Соответственно, в варианте классического РНК мира эти живые системы должны питаться чем? Должны питаться какими-то активированными нуклеотидами, которые можно полимеризовать. Например, в виде нуклеотид-3 фосфатов или, как в синтезе Сазерленда, циклических нуклеотид-монофосфатов или каких-то еще активированных нуклеотидов. То есть энергия нужна в виде фосфо-эфирных связей. Сам синтез азотистых оснований возможен аберрогенно без дополнительных затрат энергии из таких веществ, как синильная кислота, форматегид, формамид. По тем гипотезам, которые предполагают первичность протометаболических продуктов, потребление энергии было в первую очередь не на полимеризацию нуклеотидов, а на восстановление углекислого газа, то органических веществ и на рост углеродных скелетов. То есть в наиболее популярной гипотезе этой группы, в которой протометаболизм начался с обратного цикла Крепса, восстанавливающего СО2 до карбоновых кислот, нужна энергия в виде тиуэфирных связей и в виде восстановителей для восстановления углекислого газа до органики. Потребность в фосфоэфирных связях при таком начале жизни возможна, но, может быть, обходились и без нее. Первые реакции, позволяющие использовать энергию света для примитивной биохимии без сложных фотосистем, известны довольно давно. Первый из них опубликован в 1963 году. При ультрафиолетовом облучении водных растворов аденозина, аденозин монофосфата и особенно аденозин дифосфата, возбужденные адениновые основания, с некоторой вероятностью, может присоединять к себе неорганический фосфат, присутствующий в том же растворе. Сначала получается фосфоэмидозольная производная аденозина, в котором фосфатная группа присоединена к азотистому основанию прямо, а потом происходит перенос этой фосфатной группы на фосфатный хвост-требозы. Квантовый выход в случае присоединения фосфата к АДР составляет примерно 0,1%, в других случаях он еще на пару порядков ниже. То есть реакция довольно неэффективная, но она есть. Другая реакция, катализируемая урацилом, опубликована достаточно недавно, в ней реагирует тилоацетат, серная производная уксусной кислоты с неорганическим фосфатом, тоже за счет энергии ультрафиолета. При этом образуется ацетилфосфат, очень интересное вещество, тоже содержащее высокоэнергетическую фосфоэфирную связь. В живых клетках бывают ферменты, которые поддерживают равновесие между ацетилфосфатом и АТФ. И ацетилфосфат, в принципе, может заменять АТФ в качестве источника высокоэнергетических фосфатных групп. Также он, в принципе, может заменять собой и ацетилкофермент А как донор ацетильных групп. То есть отчасти это из замена тилоэфирной энергии. Другие вещества, используемые сейчас в живых клетках, например, кофермент НАТФ, редокскофермент, тоже неравнодушен к свету. Он поглощает уже не такой ультрафиолет средний, как азотистые основания, а самый ближний с длиной волны 300-350 нанометров. И восстановленная форма НАТФ в фото-возбужденном состоянии является очень активным восстановителем, легко отдающим электроны, например, на ферритоксин. Нормальный, невозбужденный НАТФ такое делать не может. Другой окислительно-восстановительный кофермент, флавин в его формах, фат и фэмэ, имеет еще более интересную фотохимию. Для начала флавин взаимодействует со светом и в современной биологии. Например, фермент фотолероза, восстанавливающий тиминовые димеры, следы фотоповреждений, ДНК, использует флавин в качестве кофактора и зависим от света. Для его работы требуется синий свет, и возбужденный синим светом остаток флавина в составе фермента восстанавливает четырехчленный цикл в тиминовом димере. Без энергии света эта реакция не идет для восстановления четырехчленного цикла на довольно много энергии. Более того, в составе фотолиазы, подобно хлорофильным фотосистемам, есть вспомогательный пигмент, птерин, один из компонентов витамина В9. Этот гетероцикл поглощает ближний ультрафиолет и передает возбуждение на флавин, как на реакционный центр хлорофильных фотосистем. У животных на основе фотолиазы развиваются криптохромы, светочувствительные белки, которые используются для регуляции суточных ритмов и для восприятия магнитного поля, но это немножко другая история. У бактерий фотолиазы восстанавливают тиминовые димеры. И в работах организатора нашей конференции Михаила Гринского было показано, что на основе флавинов возможно абиогенное фотофосфорилирование АДФ неорганическим фосфатом до АТФ при освещении. То есть выглядит это как кулинарный рецепт, запечь в духовке сухую смесь аминокислот и растворить в воде с добавлением силикатов. Получается очень интересная вещь. Микросферы из случайных полипептидов в комплексе с силикатами и флавином и птерином. Флавин и птерин образуются при запекании аминокислот просто потому, что эти гетероциклы отличаются хорошей устойчивостью к температуре. И эти микросферы при освещении синим и ближним ультрафиолетовым светом в водном настрое катализируют синтез АТФ из АДФ и фосфата. И с очень высоким квантовым выходом, в отличие от прямого поглощения света аденозин и фосфатом. Как происходит эта реакция, точно неизвестно, но чтобы она хорошо шла, нужны окислители, такие как перепись водорода и соли трехвалентного железа. То есть, видимо, там в промежуточных этапах задействованы какие-то окислительно-восстановительные механизмы. Те же самые флавиновые пигменты просто в растворе или на поверхности минералов такими свойствами не обладают и нужны именно микросферы. Но способ получения этих микросфер, он, в общем, несложен и легко воспроизводим в вулканических водоемах, о которых, как и колыбели жизни, предполагается из многих других историй. И, наконец, сульфид цинка, роли которого в возникновении жизни лучше меня расскажет присутствующий здесь Армен Малкиджанян. Тоже способен к фотосинтезу даже безо всяких органических экофакторов. При освещении ультрафиолетом кристаллов сульфида цинка в воде, в которой растворен углекислый газ, этот углекислый газ восстанавливается. Основной продукт восстановления – муравьиная кислота. Но побочными продуктами являются и другие карбоновые кислоты, уксусные, пирогеноградные, яблочные и вообще многие кислоты циклокрепса. Если ничего другого в реакционной смеси нет, то сульфид цинка при этом подвергается фотокоррозии. То есть электроны в конечном итоге отрываются от восстановленной серы в составе сульфида цинка. Сера окисляется доэлементарной и в раствор выходят ионы цинка. То есть в конечном итоге при освещении сульфида цинка мы получим молекулярную серу и формиаты цинка растворенные. Гораздо интереснее происходит, если в системе есть еще восстановленные формы фосфора, такие как фосфиты или гипофосфиты. Эти соли фосфора регулярно встречаются в составе гулканических газов. Они достаточно летучие и даже несмотря на современную кислородную атмосферу, далеко не мгновенно покисляются до фосфата. А на древней Земле, где кислорода не было, эти фосфиты и гипофосфиты были скорее всего еще устойчивыми. Фосфиты и гипофосфиты в системе с освещаемыми кристаллами сульфида цинка отдают электроны на эти кристаллы, защищая их от разрушения. При этом фосфиты и гипофосфиты окисляются до фосфатов. И часто не просто до фосфатов, а это окисление еще сопрягается с фосфорилированием разных органических веществ в этой системе. То есть разные фосфорилированные органические вещества с макроэргическими связями, разные аналоги АТФ в такой полностью опиогенной неорганической системе тоже образуются. Сульфид цинка это не единственный минерал с такими свойствами. Большинство из этих реакций проходят также на сульфиде марганца, похожем минерале, который соседствует с сульфидом цинка в горячих источниках, в белых курильщиках. Другие соединения металлов, например, оксид титана и оксид вольфрама, вольфрам-О3, тоже поглощают ультрафиолет и могут служить фотокатализаторами и фотовосстановителями, но менее эффективными, чем сульфид цинка. Но они тоже при некоторых условиях восстанавливаются угла до органики. То есть неорганические фотовосстановители относительно распространены. Что мы видим? Довольно большое разнообразие биомолекул, в том числе таких, которые в современной биологии вроде как со светом не взаимодействуют. Такие как НАТ или АДЕНИН или УАЦИЛ, в определенных условиях способны использовать кванты ультрафиолетового света, превращать их энергию в биохимически доступную. Ряд неорганических веществ, доступных на древней Земле, тоже способны. Таким образом у нас получается множество параллельных путей утилизации энергии света, в основном синего или ультрафиолетового. Фотосинтез состоит не только из поглощения света и редокс реакции, но и из фиксации углекислого газа. В современном клеточном фотосинтезе фиксация углекислого газа происходит двумя основными путями. Наиболее известен и наиболее массовый в биосфере, конечно же, цикл кальбина, в котором углекислый газ присоединяется к риболозу-1,5-бифосфату и через множество промежуточных реакций риболоза-1,5-бифосфат регенерируется. Но у ряда фотосинтетических бактерий есть другой вариант фиксации СО2 через восстановительный цикл Крепса. Это аналог прямого цикла Крепса, идущего практически в любой живой клетке, развернутый в обратную сторону. Необратимые стадии цикла Крепса здесь развернуты за счет внешней энергии в виде АТФ. И обратный цикл Крепса, в отличие от прямого, обладает автокаталитическим характером. За один оборот такого цикла, с учетом дополнительной ветви, 4 молекулы углекислого газа восстанавливаются до 1 молекулы щавелевоуксусной кислоты, 4-х углеродной. И катализируется это уже существующей щавелевоуксусной кислотой. То есть в идеале за один оборот цикла количество органики в виде карбоновых кислот может удовольствием. Цикл Кальвина на самом деле тоже автокаталитический. В нем за один оборот цикла из 5 углеродного 3-болоза 1,5-бифосфата получаются органики на 6 атомов углерода. Но степень автокатализа не такая сильная. Масса органики за один оборот не удваивается, а возрастает только на 20%. Цикл Кальвина выглядит, конечно, очень сложным, но на самом деле в нем только одна реакция поглощения СО2, одна реакция восстановления фосфоглицериновой кислоты до фосфоглицеринового альдегида. А все остальные перестройки сахаров идут по одному и тому же химическому механизму, известному как альдольная конденсация. И вот точно такой же механизм, по которому сахара образуются в реакции Бутлера. И катализироваться он может, в принципе, те же вещества, теми же катализаторами. Если мы пытаемся предположить, что цикл Кальвина или обратный цикл Крепса могли идти без ферментов на минеральных катализаторах, то для цикла Кальвина нам нужно по-хорошему только три катализатора. Один на карбокселирование, один на восстановление и один на все альдольные конденсации. Причем желательно такой, который будет выборочно вести реакцию в сторону рибуоза 1,5-бифосфата, в сторону пятиуглеродного сахара. Примерно как апатит в обычной реакции Бутлера. Если мы то же самое пытаемся провести с восстановительным циклом Крепса, то хотя реакции вроде бы меньше, но тут четыре карбокселирования, много разных стадий восстановления, дегидратации, перестройки гублеродных скелетов и требования по катализу на самом деле выше. То есть мог ли какой-нибудь и какой из двух циклов идти абиогенно на минеральных катализаторах и без ферментов, мы на самом деле не знаем. Но некоторые основания есть в пользу того, что и тот, и другой, наверное, могли. Таким образом, на доклеточном этапе существования живых систем мы видим, что путей и катализаторов использования солнечной энергии было множество параллельных. Приводили они к запасам энергии в разных формах. В виде ацетилфосфата, в виде АДФ, в виде редокс-потенциалов. Причем редокс-потенциалы тоже каким-то образом могут превращаться в запасание энергии в виде АДФ, как во флагиновой системе, или сульфид цинка с гипофосфитом. Но во всех этих пунктах используется либо синий и фиолетовый свет, либо ультрафиолет, иногда даже не совсем ближе. Противоположность этому в современном фотосинтезе используется в основном длинноволновый, красный свет. И система его утилизации однотипна. Это фотосистемы на основе мембранных глупов, содержащих хлорофилл. При этом энергия сначала запасается в виде редокс-потенциалов восстановленных переносчиков, таких как хинона и буаста-цианины, а потом феритоксины и надфаж, которые при помощи электрон-транспортной цепи их энергия преобразуется в трансмембранный электрохимический потенциал, протонный. И затем протоны по направлению этого потенциала проходят через роторную АДФ-фазу, другой мембранный белок, и энергия этого электрохимического потенциала превращается в энергию АДФ. То есть преобразование энергии тут более сложное и включает в себя стадию трансмембранного потенциала. Транспембранный потенциал в клетках может использоваться для полезных вещей и более прямо, без посредничества АДФ, на транспорт веществ через мембрану и на вращение бактериальных желудиков. Но весь анаболизм, включая реакции фиксации СО2, использует энергию в виде АДФ. То есть пусть превращение энергии тут несколько более длинное. Но есть еще другая группа пигментов, бактериородопсины, которые поглощают свет без окислительно-восстановительных реакций. Они родственны каротиноидам, вспомогательным пигментам холрофильного фотосинтеза. И бактериородопсины прямо переводят энергию световых квантов в перенос ионов через мембрану. То есть в генерацию мембранного электрохимического потенциала. Натриевого, хлоридного или какого-нибудь еще. И мембранный потенциал, генерируемый бактериородопсином, может расходоваться на синтез АТЭР, на транспорт веществ и на вращение желудиков. Но о преобразовании его в редокс потенциалы ничего не известно. Бактерий, обладающих бактериородопсином, очень много, но они, гетеротрофы, они не могут фиксировать СО2. Бактериородопсины особенно широко распространены у бактерий, живущих в открытом океане, где бывает довольно мало пищи. И за счет света они могут подолгу плавать, не расходуя питательные вещества. Честно говоря, кроме хлорофилов и бактериородопсинов, есть некоторые намеки на участие других веществ в преобразовании солнечной энергии. И сейчас здесь стоит сказать прежде всего о меланине. Это такой полимерный пигмент, производная аминокислоты тирозина, который придает свет нашим с вами волосам и коже. И в 2007 году в саркофаге Чернобыльской атомной электростанции в участках с весьма высоким уровнем радиации были обнаружены колонии плесени радикально черного цвета, очень богатой меланином. Эксперименты с этой плесенью показали, что как минимум меланин ей точно нужен для защиты от радиации. И вроде бы благодаря этому меланину в условиях радиации она растет быстрее. И вроде бы эти меланиновые гранулы могут поглощать там ультрафиолетовое и даже рентгеновское излучение и превращать его энергию в ретоксформу, восстанавливая над H. Но это показано довольно-таки недостаточно достоверно. И спорить не могу, что меланин действительно позволяет плесени использовать энергию ультрафиолета и рентгена в биохимических целях. А про хлорофил и бактериорадапсин – это же всеочередно. Фотосинтез наиболее распространенный сейчас в форме. Связан с выделением кислорода, то есть электроны для восстановления углекислого газа оторваются от воды. Кислород является побочным продуктом такого фотосинтеза. Электроны проходят последовательно через фотосистему 2, потом через цитохронный комплекс и фотосистему 1, попадая в итоге на надфаж. Фотосистема 1 и фотосистема 2 – это два различных науковых комплекса, которые содержат хлорофилл и другие вспомогательные пигменты, такие как феофитин, каротиноиды. Принципиально они отличаются тем, что фотосистема 2 отдаёт электроны на мембранный переносчик, на хинов, а фотосистема 1 – на водорастворенный, на феридоксин. Места выхода электронов у них расположены и устроены принципиально по-разному. Но центральные хлорофилл, связывающие белки и собственные хлорофилл, в них довольно похожи. Так устроен фотосинтез у зелёных растений, у водорослей различных неукариотных и у цианобактерий, которые считаются предками хлоропластов, растений и водорослей. Если же мы посмотрим на других фотосинтезирующих прокариот, то среди них есть 4 группы, обладающие другим, более простым фотосинтезом. Это хлоробия, гелиобактерии, пурпурные бактерии и хлорофлексия. Они не выделяют кислород, они имеют только один тип фотосистем, либо похожие на фотосистему 1, либо на фотосистему 2, и используют другие доноры электронов, не водорослей. Среди них есть автодрофы, которые умеют восстанавливать углекислый газ и используют для этого электроны от сероводорода, молекулярной серы и других восстановленных соединений серы, а также молекулярный водород, двухвалентное железо и различную органику. Другие, такие как гелиобактерии, не способны фиксировать СО2, и хлорофильная фотосистема работает в них только на синтез АТФ путем циклического транспорта электронов через цитохронный комплекс. На АТФАЖ эти электроны в них не попадают, они там крутятся практически в бесконечном цикле. Как эти варианты хлорофильного фотосинтеза связаны между СО2 и в эволюции, как они могли возникнуть от более простых вариантов. Сравнение хлорофилл-связывающих белков разных типов фотосистем показывает, что они могли произойти от общего предкого белка, мембранного хлорофилл-связывающего, который, однако, скорее всего, не имел в сайтах связывания акцепторов электронов, то есть он не умел никуда отдавать электроны. Функцией такого белка могла быть защита от мембран и мембранных белков от ультрафиолета. Можно сделать очень простой опыт, взять зеленые листья, настоять их на спирту и получить зеленый спиртовой раствор хлорофилла. В таком виде хлорофилл при освещении его ультрафиолетом и синим светом обладает замечательной красной флуоресценцией, очень хорошо заметной. Если освещать таким образом зеленые листья, никакой флуоресценции нет. Поглощенные кванты света используются на транспорт электронов. Красная флуоресценция свободного хлорофилла, не связанного с акцепторами электронов, позволяет ему рассеивать в виде безопасного красного света опасные высокоэнергетические синие и ультрафиолетовые кванты. Также он может рассеивать не только то, что поглотил сам, но и возбуждение ароматических аминокислот в белках, передаваемое резонансными взаимодействиями электронов. И, скорее всего, этот ультрафиолетовый защитный белок был на довольно ранних стадиях эволюции, еще до клеточных, но когда уже были какие-то мембраны. Дальше центральные белки фотосистемы 1 и фотосистемы 2 могли появиться из такого белка путем утраты части доменов и преобразований части их в сайты связывания хинона либо ферритоксина. То есть вполне возможно, что это происходило 2 раза независимо, 2 типа фотосистем появились путем 2 независимых преобразований защитного белка в белок, способный к релитивному фотосинтезу. Дальше происходили многочисленные дубликации этих белков породившие, во-первых, гетеродимерные реакционные центры цианобактерий и зеленых растений и породившие многочисленные вспомогательные белки, связывающие хурофил, феофитин и другие пигменты. Другие вспомогательные пигменты фотосинтеза, каротиноиды, скорее всего, появились тоже как система ультрафиолетовой защиты мембран. Они могут рассеивать энергию ультрафиолетовых и синих квантов вообще в тепло за счет цис-трансизомеризации. Их длинная молекула с двойными связями может, поглощая квант света, перекручиваться в изогнутую форму и возвращаться в прямую. Так работает бактерия Родопсин, так работает родственная ему ветиналь в наших глазах. Соответственно, когда из ультрафиолетового защитного белка возникли белки, передающие электроны с хурофилу на хином и феридопсин, примитивный хурофильный фотосинтез возник. И он был унаследован разными ветвями бактерий, вышедших из какого-то доклеточного мира, из каких-то форм жизни в минеральных компактментах. И дальнейшая эволюция фотосинтеза была связана с постепенным исчерпанием различных доступных доноров электронов. Проще всего в качестве донора электронов использовать такие вещества, как молекулярный водород и сероводород. Но они уже на древней Земле были доступны в ограниченном количестве и их запасы постепенно исчерпывались. Водород просто нестабилен в атмосфере и улетает в космос. Сероводород постепенно превращается в окисленные формы серы, которые плохо растворимы в воде и выпадают поэтому из геохимического круговорота. Характерным моментом тут является появление в ископаемой летописи 3,4 миллиарда лет назад отложений сульфата бария, баритов. Барий – это такой очень интересный металл, что его сульфат очень-очень плохо растворим. А другие его соли с двухвалентными аниодами, например, карбонаты, сульфиты и сульфиды, растворимы получше. В современной морской воде очень много сульфатов и совсем нет бария. И выпадение сульфата бария в морских осадках в тот период архея означает, скорее всего, что до того барий в морской воде был, а вот сульфатов-то не было. Сера была в каких-то более восстановленных формах, типа сульфида или сульфида. Отложения молекулярной серы, которая тоже довольно плохо может быть и тяжела для использования клетками, тоже появляются примерно в этот же период архея – 3,5-3,4 миллиарда лет назад. Таким образом, водород кончается, сера попадает в осадки в различных неостворимых формах – гипсов, баритов и молекулярной серы. Клетки переходят к менее удобным донорам электронов, например, к двухвалентному железу, к двухвалентному марканцу, которые были широко распространены в Древнем океане в отсутствие кислорода. Но для отрывания электронов от них нужно несколько больше энергии, это является стимулом для совершенствования фотосистем, для повышения их окислительного потенциала в возбужденной форме. Железо и марганец в морской воде тоже не бесконечны. При использовании двухвалентного железа и двухвалентного марганца в качестве доноров электронов они выпадают в осадок в виде оксида марганца, марганец-О2 и оксида железа, феррон-2, О3. И полосчатые железные руды, широко распространенные в археи, как раз по одной из версий являются продуктом железного фотосинтеза. Полосчатые железные руды состоят из тонких слоев, обогащенных оксидом трехвалентного железа, чередующихся со слоями другого состава, например, кремнезема или карбонатов. И считается, что это отражает выпадение осадков в Древнем море. Днем идет фотосинтез, выпадает оксид железа, ночью фотосинтеза не идет, выпадают другие осадки, там кремнеземные, карбонатные или фосфатные, как по гидрохимии этого места получилось. Хотя запасы железа в океане пополняются черными курильщиками, но геологическая активность Земли со временем угасает, а живые организмы, наоборот, распространяются, и аппетиты их растут. Железа в морской воде тоже начинает не хватать, и радикальное решение было, конечно же, использовать в качестве донора электронов воду. Но для использования воды в качестве донора электронов нужна очень эффективная фотосистема, и нужно много энергии. И предполагаемым промежуточным шагом было использование в качестве донора электронов гидрокарбоната, иона HCO3-. При этом в качестве продуктов выделяется кислород и углекислый газ. Откуда взялась эта версия? А из биохимических экспериментов, показывающих, что если взять бесклеточную суспензию хлоропластов живых, освещать ее и налить им раствор какого-нибудь гидрокарбоната, то выделение кислорода резко возрастает. А изотопная метка показывает, что этот кислород выделяемый идет именно из карбоната, а не из воды. То есть карбонат ничего не катализирует, он является именно субстратом для фотосистемы, более даже предпочтительным, чем вода. Водоокисляющий комплекс современных фотосистем содержит кластер из четырех ионов марганца, которые в процессе работы меняют степень окисления между плюс 3 и плюс 4. И процесс сборки этого кластера очень показателен. Ионы марганца для этого кластера поступают в виде гидрокарбонатных комплексов двухвалентного марганца, марганец 2 плюс, которые за счет энергии света окисляются на этом будущем водоокисляющем центре сначала до 3-х валентного, потом до 4-х валентного и остаются там. Пока последовательно не накопятся все 4. Главная проблема с окислением воды это такая, что воду невозможно окислить в одноэлектронных реакциях. Хлорофил передает на акцептор электроны по одному. Но чтобы окислить воду полностью до кислорода, надо взять две молекулы воды и оторвать у них 4 электрона. При этом на отрывании первого электрона уходит почти вся энергия, а следующие три уходят легко. Марганцевый кластер является некоторым аналогом храповика, который взводится в несколько последовательных шагов, а потом высвобождает всю накопленную энергию в одну стадию, окисляя две молекулы воды до кислорода. Процесс сборки этого кластера показывает, что промежуточными вариантами фотосинтеза между железным и кислородным были, скорее всего, сначала марганцевый, а потом гидрокарбонатный, катализируемый ионами марганца побочными продуктами предыдущего варианта фотосинтеза. Отход от гидрокарбоната и переход к воде связан, видимо, с тем, что углекислый газ из атмосферы и, соответственно, из океанов постоянно расходовался. Он захоранивался в виде карбонатов и потреблялся на фотосинтез, и захоранивался в конечном итоге в виде органики, сланцев, нефти и других форм. Кислородный фотосинтез в современном виде определенно появился уже к моменту 2,5 миллиарда лет назад, к концу археи. Возможно, он был раньше, но из конца археи известны уже достоверные геохимические следы накоплений кислорода сначала в морях, потом в атмосфере. И, собственно, за следующие 2,5 миллиарда лет почти ничего не произошло. Кроме одного небольшого дополнения. Это С4-фотосинтез. С4-фотосинтез – это маленькая дополнительная последовательность реакций на входе в цикл каллина, усложняющая доставку углекислого газа. И нужна она потому, что рибулоза бифосфат-карбоксилаза имеет побочную каталитическую активность, она еще может присоединять кислород к рибулозе. Тогда происходит фотодыхание, побочным продуктом является фосфогликолад двухуглеродный, возвращение его в метаболизм несовершенно, при этом часть углерода теряется, и фотосинтез при избытке кислорода пробуксовывает. Поэтому в С4-фотосинтезе на входе стоит другая карбоксилаза – фосфогенов-перулат-карбоксилаза, которая присоединяет углекислый газ к фосфогенов-перулат-карбоксилате. И образуется аксаллацетат – щавелево-усусная кислота, которая восстанавливается до молата, и затем либо в другом месте, либо в другое время углекислый газ отщепляется от молата и реагирует с рибулоза 1,5-бифосфата. В классических С4-растениях, таких как кукуруза, эти процессы разделены в пространстве, одни в клетках мезофилы, другие в клетках обкладки проводящих пучков, при этом в клетках обкладки поддерживается низкое содержание кислорода, чтобы он не мешал. В других растениях, растениях с самым метаболизмом, по типу толстянковых, это разделено по времени. Карбокселирование фосфо-енол-перувата идет днем, карбокселирование рибулоза-бифосфата ночью, и тоже обеспечивается защита рибулоза-бифосфата-карбоксилаза от кислорода. Но это новое, на самом деле, хорошо забытое, старое. Реакция углекислого газа с фосфо-енол-перуватом происходила давно-давно в древней и ныне малопопулярной версии фиксации СО2 через восстановительный цикл префса. Вот здесь. Тут не показано, что это фосфо-енол-перуват, но на самом деле там фосфатный производный участок. Распространение С4-фотосинтеза в разных группах растений показывает, что растения пришли к С4-фотосинтезу, во-первых, недавно, в последние 100 миллионов лет, скорее всего, во-вторых, делали это десятки раз независимо. То есть С4-фотосинтез возникал много раз с использованием ферментов, видимо, прямого цикла кремса и каких-то еще ферментов метаболизма широко распространенных у растений. Не было такого, чтобы С4-фотосинтез возник один раз. Он возник десятки раз, он есть у покрытосеменных, он есть у одной группы голосеменных, у цикадовых. И если эволюция биосферы будет продолжаться в ту же сторону, куда она шла дальше, в сторону продолжения захоронения углекислого газа в осадке, то миллионов через 200 или 300 лет все наземные растения, скорее всего, будут иметь С4-фотосинтез. Если только им не помешают люди, которые сейчас бросились сжигать ископаемый углерод. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...